Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это часто очень приходится делать На подобных речках И вот такая вот сумочка Это оптимальный вариант Или какая-нибудь корзинка Если, допустим, она будет удобна И для складывания рыбы Потому что рыба такая как ахариус Она очень быстро портится Но если их будем ловить, рыбу И сразу отпускать То вполне возможно Исходить с такой сумкой в ней у меня имеется всего лишь только банка червей это поплавки запасные потому что здесь как допустим мы на рыбалке спиннинговой отрываем блесны так же легко здесь можно оборвать оснастку запасные поплавки и запасные крючки разных номеров я использую крючки допустим от 6 до до 10 может быть до 12 номеров вот такие крючки вполне идут с 6 в данный момент у меня стоит еще 10 номер сегодня я поставил его пока не менял в целом все больше я ничего с собой не таскаю потому что я прихожу сюда на пару часиков половить брать с собой еду ну можно взять с собой например чай попить или что-нибудь еще такое подобное но в принципе я покажусь без этого что это просто ельчик удочка ела заброс в портюберег судьба меня не видит я ее вижу в очках поляризационных клюет легко и просто сейчас я сказал о червях но в принципе помимо червей можно использовать любую живность так сказать насекомых можно использовать и опарши и мотылья любую любых насекомых это мухи и сейчас вот степень много очень используется легкостью причем еще плюс какой например в ловле на паута это уже получаться на слепни это можно назвать паутам это получается уже даже смесь получается спиннинга удочки и нахлыста в одном правда то что нахлысти используются искусственные мушки а здесь вот живой уже слепень может даже используйте бабочек но есть вот такого уж лучше бабочки просто это больше красоты чем использовать как насадку слепней все но вы их убиваете приходится порой этого некоторые идут не берут с собой прям никакие не не червей не опарыша они уже на месте знаю что все равно насадка по сама прийти но если попадаются рюска пока не видел одно но на перекате ки и света схватил приманку не засекся вот пока перекаты не встречаются на мутах только ельчики на подобных речках еще важный момент это нужно правильно одеваться рыба такая как хариус ну и лес менее пугливый но хариус очень пугливая рыба если она вас видит на берегу он небо скрывать ни в какую и вот такая одежда как данный момент сейчас одет я камуфлированная ну под цвет кустам может слиться там деревьев вас менее заметно на берегу одевать яркую одежду но я не советую потому что рыба сразу заметить и клевать откажется любая даже не камуфлирована рыба серая такая зеленая курточка можно легко одеть и ходить ловить второй момент это очки очки я считаю ну можно конечно рыбачить без очков но в очках намного удобнее поляризационные очки это незаменимая вещь потому что часто приходится ловить в приглядку вы видите рыбу рыба если у пределы правильно не видит фаз ловить очень комфортно и удобно тем тем более много очень коряк веток возможно дне и вы видите куда забросить куда не стоит забрасывать не попадаются и гальянчики червяк здоровенный заглотил он один кончик торчит где обычно попадается рыба в этих таких речках но так что что большие речки что малая речки это конечно же амута возможно попадаться вот и на перекатах если таковые имеются любых таких сказать запрудах где крутится вода ямочки под ямочки везде тут получается уже рыбалка не на одном месте стоите а уже как спиннинговая выходите по речке перемещались постоянно ищите рыбу данное место является идеальным для заброса такой реки речки почему сейчас объясню делаем маятниговый заброс дальше течение делаю свою свою работу нам остается лишь подматывать лески избыток провис погуляем поплывок до себя это время ждем поклевки если поклевка не происходит встаем обратно в приманочку и маятниговым забросом забрасываем уже у ленечка в другое место и повторяем проводку поклевка один минус все таки в этом есть когда вы матываем леску поплывок шлепа от сильного воду но это как-то мы увидим не очень пуза от рыбы ну все таки удалось выводить того самого кто меня мешал это опять гальян мелкий ему не важен размер человека абсолютно вот так любой скота от любого размеру человека ну-ка принципе тут на такой реке что и лет что харю что долина размер человека для них мало важно как и размер крючка хватает на 1 если если клюет он клюет если не клюет то извините приходится пару часиков палать на лёске лёску я используем толщиной 0 2 не используя никаких поводков все идет напрямую сразу лёска на ней поводок поплавок и напрямую привязанный крючок таких поводков на случай не имею мне кажется вот лёска толщиной 0 2 самая универсальная но можно использовать например 0 18 но тоньше я был уже точно не стал бы стоять потому что часто зацепы часто обрывы псих лишние психи тут ни к чему лучше использовать крючочек послабже который мод разогнуться и лёсочку потолще не не сказал бы что сильно харюс реагирует если он клюет то 02 лёска для него не такая уж толстая все ильцы ильцы харюса пока нет доискать следующий перекат если все-таки отправились ловить на такие речки на целый день многие рыбаки поступают так берут с собой соль и перец рыба такая как харюс она не только очень быстро портится но очень быстро готовится поймав штучки 3 приличных запярщиков можно прям на берегу очень быстро приготовить выпотрошил почистил и натер солью через пару часиков рыба уже был готова к употреблению многие рыбаки прям так и делают и возможно даже невозможно точно некоторые рыбаки даже сам ее на рыбалке употребляют пищу можно легко просто просто сплавлять перекаты пустив дужку так давая немного детства на перекате опять же попадается ельчик будут покрупнее ельчик все равно каких-то я могу не на лузе половить здесь есть однозначно потому что ловил его неоднократно здесь но сегодня неудачка происходит так за две рыбалки мне ни разу не удалось поймать харюса в течение двух рыбалок я снимала это видео первым рассказывал сегодня пытался ловить и первый раз ловил но тоже ничего особого не попалось полыл галянчики попадаются мелкие ельчики но хозяина данного водоема так не удалось поймать но я и не навязываю никому данный способ ловли вообще рыбалка на таких вот речках она в принципе тяжелая вести нет желания то и не ходить а если есть желание попробовать ади бога я тоже первый раз выходил мне не очень сильно нравилось но когда пару раз побывал и поймал харюзов харюзов впервых уже втянула тоже занятия интересные ходи тяжелые и рыба в основном вот в этом водоеме практически все приходится отпускать потому что сильно мелкая есть у нас водоемы покрупнее речки таки подобные пошире маленько там можно половить покрупнее хориска но тоже уже больших особей особо не половишь так что если есть возможность есть есть желание попробуйте возможно вам это сильно понравится а а но а а а а и